Шалом, дорогие друзья! Я записываю это видео просто накануне даты, которая потрясла миру. 7 октября прошлого года в Израиле произошел террор на праздник. Террористы ворвались на территорию кибуца Афар-Аза, уничтожили много евреев, разрушили их дома, сожгли. Побывали на фестивале, как бы попраздновали кровавым своим преступлением, показав миру настоящее зло, настоящий террор. Тысячи евреев, которые даже не думали, что будет происходить этот праздник, на осенние праздники, увидели ужас. Это своего рода шуафа израильского народа после катастрофы, которая произошла во время Второй войны. Трагедия для всего мира, для нас – это трагедия. Трагедия того, что еврейский народ не остается в покое. Показывает на то, что антисемитизм развивается во всем мире и ненависть к Божьему народу, измам народу, несмотря на то, что мы не совсем святые люди, хотя мы избранный народ, но мы нуждаемся в освящении, мы нуждаемся в прощении, мы нуждаемся в милости Божьей, и Бог остается верным своему народу. Посмотря на год назад, вглядываясь в эти годы, год войны, который происходит в Израиле, нельзя не заметить того, что исламинизм или же ненависть, самая ненависть к еврейскому народу, проявляется на всех частях мира, как и в ООН, так и в парламентах, осуждении, даже в поддержку действий террористов, которые совершают убийство и продолжают ненависть к еврейскому народу, показывает то, что мы живем в последнее время. Эти события происходят в канун, фактически, Йом-Кипура, да, вот сейчас, от встрелы севера и центра Израиля. Месть и ненависть от тех, кто хочет весь мир превратить в труху. Я понимаю, что, возможно, для многих из нас это знак последнего времени, как бы, скоро придет Машия и придет мир. Но этот ужасный акт насилия, террора не может быть забыт и не может быть оставлен в стороне, как бы, события, самопонятные, как бы, и ситуации. В Украине почти уже, буквально, и пару месяцев, и будет три года войны. Террор, ужас, который переживает украинский народ, который составляется из разных националистей, мы тоже осуждаем. Когда же закончится война? Можно спросить у тех заложников, тех пленных, тех людей, которые под обстрелами, под ужасом смерти. Но я скажу так. Сейчас это событие, 7 октября, пошел год. И он выпадает как раз между Рош-Хашана, звук шофара или Йом-Тхуа, и Йом-Кипур. 7 октября, это как раз половина. Знаете, что удивительно, возможно, это так сложилось, что на Рош-Хашана в Умани, в каких местах собираются паломники, чтобы молиться Богу за мир. Я думаю, что молитва не прекращалась с дней, когда терроризм проявил свое лицо. Но хочу сказать, что Рош-Хашана трубится 101 звук. Это интересно, может быть, совпадение, но в заложниках, на территории Газы, где бы они ни были, осталось 101 человек. И нам, как верующим людям, мы не можем и не готовы останавливаться в своих молитвах к Богу за то, чтобы на эти люди были либо освобождены, либо найдены их неостатки. Мы не можем также в Украине останавливаться на своих молитвах, чтобы, как будто ничего не происходящее, наши солдаты или же невоенные остаются в концлагерях или же на территории нашего противника. Я верю, что нам необходимо держать друг друга в молитве, продолжать молиться за людей, которые подвергнуты насилию, которые подвергнуты страху, которые подвергнуты терроризму, то есть уничтожению. Антисемитизм – это ужасное состояние ненависти, корень, который ведет к самому сатане. Почему? Потому что он возненавидел творение Божьего человека и пытается его уничтожить. Я понимаю, что эта ситуация очень тревожна для нас, особенно вот в начале года или к концу года календарного. Нам на самом деле нельзя забывать. Нельзя забывать, что через эти скорби, которые мы проходим, и Йом-Кипур означает больше, как, вот, хороший шанс на Йом-Кипура, ни трепета, ни подготовки, ни покаяния, раскаяния. Друзья, нам просто важно сконцентрироваться на то, чтобы взыскать Бога. Календарный, который поется на Йом-Кипур, это все события, то есть все осознанные, неосознанные грехи, да простит нам Господь. То есть молитва зола. И через тонах мы видим, что есть ошибки или же преступления, которые неосознанные. Как и священников, так и священников, так и князей и простых людей. Есть то, что мы можем не заметить. Мы просим, чтобы Бог на самом деле взыскать его, чтобы Он посмотрел на наше состояние. А наше состояние зависит от того, что мы понимаем, для того, чтобы привериться с Богом. Своими силами это невозможно. И Бог в этой причине нам дал искупительную жертву, козел отпущения. И мы возложили на него все наши преступления, осознанные и неосознанные. Поэтому я на самом деле в это время прошу Бога, чтобы Он усмотрел на нас. Чтобы мы могли поститься, чтобы мы могли взыскать его, хвалить, славить, благодарить, наполнить свою жизнь, присутствие Бога, чтобы он вышел нам навстречу. Как в Украине, так и в Израиле. Для меня очень тяжело перенимается то событие, что север Израиля подвергся аркетной атаке со стороны Ирана. Я понимаю, что это сложно. Я знаю, что Хезбалла, она, это организация террора, она не останавливается. И там будут приниматься какие-то действия, которые будут связаны с боевыми действиями. Но мы молимся, чтобы Бог Израиля был на стороне тех, кто унижен, тех, кто преследовал, тех, кто, можно сказать, атакован. Чтобы мы могли встать против зла не только оружием, которое мы создали, но и молитвой. Поэтому я призываю, друзья, начать молиться за Израиль, за Украину. Мы продолжаем, просто в это время, в это время, особенно перед Йом-Кипуром, вот помолиться, вот искренне помолиться Всевышнему в своих домах, в своих работах, в собраниях. Когда мы приходим вместе, чтобы мы были едины в той цели, которая называется мир. Чтобы мир, который от Бога пришел внезапно, и мы наполнилось его присутствием. Я знаю, что это видео очень долгое, но вопрос такой, да, вот в эти дни скорби. Почему так сильно атакуется Израиль, имея свою независимость? Почему Украина так сильно атакуется в последнее время, имея свою независимость? Я думаю, что мы живем в последнее время. Возможно, я ошибаюсь. Возможно, Машиев не придет завтра-послезавтра, но события, происходящие в мире, указывают нам на то, что время очень близко. И терроризм, террор, который происходит против Израиля, все-таки он на что-то направлен. Я думаю, это лично мое мнение, он направлен на то, кто защитит Израиль, кто выйдет ей, потому что Израиль это дочь, да, это обрученный Богу, обрученная Богу. И кто выйдет Ему навстречу? Машиев, которые ожидают? Возможно. Возможно, мы чаще будем слышать эти всем знакомые слова. Возможно, по всему миру евреи начнут именно взывать к тому, которого распяли, и мы видим, как Бог выйдет им навстречу. Мы будем чаще слышать молитвы о спасении, о милости. Кто выйдет навстречу, на помощь Израилу? Евреям. Вы и я, конечно, Бог призывает нас на молитву, встать на стены Иерусалима, то есть встать на стражи свои и молиться не только за Израиль. Потому что благополучие Израиля это отношение и во всем мире. И мы молимся за Израиль, мы молимся за Украину, мы молимся за врагов, которые обезумели, чтобы они пришли к сенсу своего мышления, что над всем есть Бог. Они не останутся без наказания. Потому что Писание говорит о том, что прикасаешься к зенице, ок, это прикасается к нему. То есть действительно Бог видит народ, искренне искупленный народ, как свой народ. Мы не можем стоять в стороне, смотреть на происходящее и не помогать. Как можем помочь? Всегда молитва – это помощь, которая необходима. Мы призваны стоять на страже, постоянно молиться за владычество, за мир, за свои города, за благополучие. Мы молимся за наших одесситов, которые переехали в Израиль, иммигрировали, совершили алию со времени атаки России на Украину. И там они сегодня вне безопасности. Мы молимся за них, чтобы Бог их охранил, и они стали свидетелем Божьей благодати и милости. Друзья, мы молимся за вас. Где бы вы ни были, наши дорогие одесситы и не одесситы, те, кто выехал в Израиль по причине событий в Украине. Мы надеемся, что вы будете в безопасности. Мы видим по сводкам, что ракеты, которые летят на Израиль, не достигают своей цели. Имейте в виду, разрушение есть, но нету погибших. И в этом у нас чудеса Господни. Я очень благодарен. Мы просим Всевышнего, чтобы за это время, которое у нас есть в молитве, чтобы Бог делал чудеса. Пожалуйста, друзья, присоединяйтесь к молитвам, присоединяйтесь к ходатайствах, присоединяйтесь к этому времени, где мы можем приготовить себя перед Всевышним. Друзья, пускай Бог благословит вас, пускай милость и Божие будет с вами. Это просто время для нашего взыва. Поднять свой голос, как рог шафара, то есть трубный зов. Пускай молитва наша течет к Богу, и радость приходит о Его спасении. Да, благословит Господь, Бабу Хаше. Продолжение следует...